В Москве сегодня прошла пресс-конференция Уркомитета кинофестиваля дебютов «Дух огня». В ней приняли участие губернатор округа Наталья Комарова, Сергей Соловьев, Мария Зверева и Борис Нелепа. Также в Москве работает и наша съемочная группа. Я передаю слово Александру Калачеву. Саша, добрый вечер. Расскажи подробности, что рассказали организаторы. Добрый вечер. Елена. Начинающим кинорежиссерам необходимо помогать на государственном уровне. Об этом сегодня заявила губернатор Югры Наталья Комарова на пресс-конференции, посвященной 16-му фестивалю кинодебютов «Дух огня». Общение с журналистами прошло в пресс-центре «Россия сегодня» в Москве. Как отметили участники конференции, с каждым годом уровень кинофорума растет. В этом году ряд лент международного конкурса приедет в Ханты-Мансиск сразу после Берлинского кинофестиваля. И, по сути, это будет второй мировой показ данных картин. Не каждый кинофорум, не то что Россия, но и мира, может похвастать таким фактом. Если кто-то следит за историей нашего фестиваля, у нас каждый фестиваль, без исключения, бывает, кроме наших звезд, как традиционно всегда новый, бывает и кто-нибудь из по-настоящему больших мировых звезд. Мы начали с Пьера Ришара, Винсент Пиреса, Фанни Ордан, Катрин Денёв. В этом году у нас тоже будет мировая звезда такой же величины. Мы пока не открываем его имя, чтобы был некоторый саспенс. Следите за информацией. Говоря о новшествах фестиваля, участники пресс-конференции отметили, что как минимум новой будет конкурсная программа. Ну, а если серьезно, то новелл хватает. Так, в этом году для поклонников кино проведут ряд лекций от мэтров кинематографа. Кроме того, значительно усилится так называемое эхо кинофестиваля. По окончании Духа Огня в Ханты-Мансийске картины, представленные на фестивале, смогут посмотреть зрители в Москве и Екатеринбурге. В столице Урала показы продлятся три дня, а в столице России четыре. Когда мы, так сказать, первый раз делали эхо-фестиваль, мы не очень рассчитывали на то, что это эхо услышат. И это эхо кому-нибудь нужно. И когда мы пришли, значит, вот... Даже навязывали? То есть навязывали? Да, навязывали. И сами себе, и вам, и... Да-да-да-да-да. Вот. Но когда мы первый раз пришли на просмотры в Москве, мы столкнулись просто с большим количеством чудесной кинематографической публики. Кстати, к своеобразному эху фестиваля губернатор Югры Наталья Комарова отнесла и тот факт, что в регионе стали появляться свои доморощенные режиссеры-дебютанты. Вот и нынче в программе национального конкурса будет представлена картина нашего земляка с говорящим именем Александр Хант. Есть вера и в то, что все большее количество югорчан будет открывать для себя волшебный мир кинематографа. Если говорить о поддержке государством, то это наставническая роль для тех, кто впервые выходит на такого рода профессиональную деятельность, на такого рода профессиональную деятельность. Обратите внимание, у нас же практически все кинофестивали включили в свои программы дебютные какие-то конкурсы. Это тоже поддержка дебютов, поддержка тех, кто начинает, делает первые шаги в этой сфере. Вот и Министерство культуры, и другие структуры, которые занимаются от имени государства, этими вопросами считают для себя это необходимым. А еще в этом году часть кинофорума посвятят истории нашего региона. В частности, в программе кинопоказов значатся несколько фильмов из серии «Югра многовековая». Это позволит и гостям округа, и местным жителям узнать больше о традиции нашего региона, а также о том, на чем эти традиции держатся. Елена. Спасибо, Саша. Это был Александр Калачев. Напомню, наша съемочная группа сегодня работала в Москве, где прошла пресс-конференция уркомитета кинофестиваля «Дух огня». РАХОТ САМЕР САМЕР Продолжение следует...